Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не думал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Это Божье Слово. Дорогая церковь, нам такую радость Господь подарил быть на собрании здесь. И было отрадно видеть много служителей с разных уголков страны. Эту ушедшую неделю во время экклезии, представляете, были люди от самой западной точки Калининграда до самой восточной, Сахалина, Южно-Сахалинска. И поэтому эта проповедь, она, так скажем, где-то для них и для нас, потому что мы с вами сейчас завершаем вот эту сентябрьскую сессию проповедей, предваряющих наш новый сезон. Уже с следующего воскресенья, если Бог дает нам жизнь, возвращаемся к посланию филиппийцам. Мы все с вами входим в новый сезон служения, у нас у каждого есть свои задачи, трудности, даже у Артема с Игорем тоже есть задачи особые. И мы помолимся, что Бог нас благословил, понимать Его Слово. Отец наш, милосердный, благодарность за эту невероятную привилегию сегодня открывать Твое Слово и читать его. Благодарность Тебе за это чудо Твоей благодати, что мы некогда враги по нашим грехам и преступлениям, по нашей природе, бунтари, самохвалы, гордецы, которые убегали от Тебя, которые пытались строить свои царства. Ты не воздал нам, заслужившим вечный ад, Своим гневом, но проявил Свою милость, возложив наши грехи и преступления на Сына Твоего безгрешного Агнца, Господа Иисуса Христа. Благодарность Тебе за эту привилегию, что мы можем здесь, это короткое время земной жизни, наслаждаться общением с Тобою, будучи гражданами неба, совершая труд. Во славу Тебе, на благо нашим ближним. Господи, благодарность Тебе, что, проходя через разного рода трудности и вызовы, мы можем расти. Понимание Тебя, смирение перед Тобою, понимание даже себя, чтобы искать Тебя лучше. Господи, Ты сердцеведец, Ты знаешь, что сегодня переживает в своей жизни, радости, трудности, волнения, тревоги, крушение надежды, обновление видения. Тебе все совершенно хорошо известно. Мы перед Тобою, как открытая книга. Поэтому мы просим о том, чтобы Твоя святая, безошибочная книга, Твое Слово поработало над нами. И благослови, чтобы сегодня мы, каждый, стали ближе к Тебе и испытали Твою близость с нами. Во имя Отца и Сына и Духа Святого просим. Аминь. Пожалуйста, дорогие, занимайте свои места. И мы с вами будем говорить на эту важную очень тему. Знаете, в последнее время, и даже здесь отчасти на конференции, я сталкиваюсь с немалым количеством людей, которые испытывают такое, знаете, состояние смущения, удручения, огорчения. Я встречаю подавленных, перегоревших служителей. Я встречаю служителей, которые испытывают равнодушие. И я сейчас говорю не просто и не только про пресс-фитеров, диаконов, церковных лидеров. Я говорю про нас, верующих. Вот почему сегодня мы с вами поговорим об опасности уныния от сатанинского нападения на служителей. Люди, переживая такого рода состояния, могут пытаться убежать куда-то, спрятаться, может быть, заняться активностью в какой-то светской сфере, пытаться найти себя в другом месте, теряя мотивацию. И вот мы сегодня поговорим о том, как нам это преодолеть и почему за этим нередко стоит сатана. Посмотрите на стих 7 нашего текста. Апостол Павел говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоти». Вот такая интересная фраза. «Ангел сатаны» или буквально «посланник сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Другими словами, Павел говорит, что в его жизни есть что-то, что очень глубоко его зацепляет, может так прям задеть его, обескуражить, лишить какой-то мотивации, опечалить его, способно повергнуть его в уныние, смотрите, удручать меня. И это точно связано, как мы здесь видим, в тексте с сатанинской атакой на Божьего служителя, ну и, значит, и в нашей жизни так же может быть. Павел здесь с нами такую, знаете, честную беседу ведет, он раскрывает свою душу, достаточно откровенно говорит с той церковью, которую он когда-то основал, или лучше сказать, Бог через него там основал в этом городе Каринфе, и он хочет поговорить честно, открыто с ними. Я слышал у кого-то, что преодоление уныния – это признак зрелости. Понимаете, если у вас никогда не было такого, знаете, состояния печали, может быть, даже близкого состояния к унынию, то с вами точно что-то не так. Вы либо умерли, либо не занимаетесь работой, потому что когда ты работаешь с людьми, такого просто нельзя избежать. Более того, если же состояние уныния, апатии, какого-то печали с вами как бы не прекращается, происходит постоянно в вашей жизни, то вам точно стоит подрасти. То есть Павел говорит, что если вы не разочаровываетесь, то с вами что-то не так. Получается, вам все равно, потому что если вам не все равно, если вы по-настоящему заботитесь, переживаете о людях, то точно вы будете в чем-то огорчаться, переживать, даже, возможно, столкнетесь с унынием. Потому что вам не безразличны эти люди, вам не безразлична Божие дело. Если же вы равнодушны, то получается, вы не переживаете, вас ничего не трогает за живое. Если вы не испытываете печали или огорчения, то как будто бы вам все равно. Но Павел также говорит, что если вы зрелый человек, если вы заботитесь о человек, если вы заботитесь о других людях, то вы будете точно постоянно сталкиваться с опасностью печали, уныния, разочарования вот такими действенными посланниками сатаны. С другой стороны, если вы постоянно в печали, падаете духом, то вы просто не знаете, как с этим справиться. Вам точно не хватает мудрости, вам точно не хватает зрелости. И вот апостол Павел сегодня поможет нам подрасти в этом. Как нам не быть равнодушными и как нам не оказаться в депрессии или печали? И при чем здесь сатана? Смотрите, первый стих этого отрывка показывает нам контекст, в котором это происходит. Со 2 по 6 стихи мы видим особый небесный опыт, который был у апостола Павла. А 7 и 50 стихи говорит нам о жале воплоти. Причем интересно, что в этом тексте, если вы были внимательны, можно заметить, что здесь такой, знаете, мощный переход, мощный перепад. Прямо от неба до жала здесь, на земле. От таких возвышенных, неподдающихся, как говорит Павел, описанию чувств к удручению, отчаянию. Ну, давайте начнем разбираться в этом тексте, как он относится буквально к каждому из нас. Сначала контекст служения. Это первый стих Павел говорит. «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Вот почему Павел говорит такую неожиданную фразу? Если вы читаете все послание, или, по крайней мере, даже чуть раньше 11 главы, то вы видите, что там в Каринфе появились, лучше сказать, пришли лжеучители, которые стали утверждать, что они апостолы. Не просто апостолы, они лучше, чем Павел, они суперапостолы. Если вы посмотрите на 11 главу стих 5, апостол Павел называет их высшими апостолами. Буквально на древнегреческом тексте это можно перевести как гиперапостолы или супер, по-русски, суперсверхапостолы, которые заявляли, у нас есть божественный авторитет, у нас есть божественное посланничество, и мы во всех отношениях лучше, чем апостол Павел. Поэтому слушайте нас. Павел же, говоря этой фразой, «Неполезно хвалиться мне, ибо и я приду к ведениям откровениям», говорит, что, в принципе, я не уступаю этим так называемым суперменам. Хотя именно поведение Павла и служило поводом к упрекам в его адрес. Его считали выскочкой, самоучкой. С его неумением произносить такие пышные, восторженные, зажигательные речи мог только соперничать его внешний вид. По мнению его противников, Павел имел заурядный вид и был просто слишком нормален. Если бы мы жили в то время, в принципе, и в наше время тоже, мы бы очень ярко осознали проблему, что значит быть духовным лидером и быть нормальным человеком. Потому что в то время, как и сейчас, если ты лидер, если ты какой-то духовный, супердуховный человек, ты должен быть, ну просто суперуспешным, суперталантливым, суперярким. Ну, по сути, был бы как полубог, подобно Гераклу, который творит какие-то великие дела, которых слагают потом легенды. Ты можешь выходить с честью из разных трудных жизненных испытаний, одерживать победу в любых обстоятельствах, ну или подобно знаменитым отечественным оракулам. У тебя были бы какие-то пророческие видения, какие-то мистические переживания. В общем, ну почти как у современных некоторых религиозных священнослужителей современности, которые делают упор на связь с чем-то таким сверхъестественным, ярким. Одним словом, все у тебя должно быть супер, лучшим, заметным. Такой лидер должен быть также и физически крепким, излучая здоровье, энергию, всем своим внешним видом, показывая, что Бог его благословил, и он близок с Богом во всем. Он суперличность. И никакое либо там смирение, потому что добродетель, как смирение в Древней Греции не существовало. На самом деле смирение считалось для греков недобродетелью. Оно воспринималось как порог, нечто подобное раболепию. Великий человек должен был хвалиться, хвалиться своими достижениями. В этом заключалось его величие. Павел, апостол Павел, во всех отношениях к этому не соответствовал. Его поняты говорили, смотрите, Павел грозен только на словах, но в личном присутствии он жалкий, он слабак на самом деле. Как он может говорить о какой-то особой близкой связи с Богом, или о каком-то особом посланничестве, апостольстве, когда он даже еще вроде бы как бы ходит в слуги и серьезно болен. Какой же он апостол? Духовность – это сила. Апостол Павел такой немощный. И в слове, и в силе. Он вовсе не духовен. Во всяком случае, не настолько духовен, чтобы быть апостолом. И эти суперапостолы говорили, у нас есть видение, откровение, Бог приходит, говорит с нами. Вот почему у нас есть авторитет, вот почему у нас есть супердуховность. И Павел столкнулся с серьезным вызовом. Потому что община, которую он основал, тех людей, казалось бы, которых он оставлял, они даже сомневались в нем. Апостол ли он? Обладает ли он духовным авторитетом? А нужно ли его слушать дальше? Серьезный вызов. И вот Павел здесь говорит, смотрите, в этом тексте. Неполезно хвалиться мне. Он понимает, что хвастовство – это плохое занятие. Он не хочет этого делать. Он не видит в этом никакой пользы. Он не хочет попасть в эту обычную земную парадигму отношений, чтобы сказать, а у меня лучше, чем у них. Он не хочет заниматься сравнением. Он не хочет сказать, ну вот у этих сверхапостолов каждый месяц откровения, а у меня – каждую неделю. Вот у этих сверхапостолов такое особое деяние, а у меня еще лучше. Эти апостолы вот это сделали. Посмотрите, а я еще больше. Он не хочет с ними соревноваться. Он не хочет войти в эту парадигму. У кого лучше, у кого больше, у кого интереснее. Ведь мы попадать можем в эту ловушку. Мы можем сравнивать свои семьи, свое служение, свою жизнь с другими людьми. И чтобы сказать, ну вот я как бы даже очень ничего. На самом деле даже очень хорошо. Ну вот что он хочет здесь сказать нам, Павел. Он хочет доказать истину своего апостольства, показав, что его откровения, они другие, не такие, как у этих сверхапостолов. Опыт Бога или этот опыт особой близости с Богом, о котором говорят эти сверхапостолы, эти гиперапостолы, отличается от того опыта, который был у него, потому что их опыт не согласуется с сутью Евангелия. И он начинает говорить о своем личном опыте. Почему это так важно? Потому что, когда мы с вами рассуждаем о служении, будь то о труде, заботе в нашей семье, будь то в нашем служении, будь то в церкви, у нас есть искушение сравнивать себя, особенно благодаря интернету сегодня, это достаточно легко сделать, сравнивать себя с другими церквями, с другими семьями, с другими служениями, и думать, ну вы вообще никакие, у нас ничего нету, мы ничего не умеем, у нас ничего не получается. Вот смотрите, как у них, вот смотрите, как там, вот смотрите, как здесь. Вот почему нам нужно прислушаться к апостолу Павлу. Понять о подлинности духовного опыта, понять лучше, что значит быть близким Богу, понять лучше то, что он говорит нам здесь о своем небесном опыте. Смотрите, со второго стиха он начинает излагать по шестой стих, свой небесный опыт. Знаю человека во Христе, который 14 лет тому назад, в теле ли, не знаю, в неле тело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, то есть туда дальше, за атмосферу, за космос, там, где обитает Бог. И знаю о человеке таком, только не знаю, в теле ли, вне тело, Бог знает, что он был восхищен, в рае слышал незреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. «Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит и слышит от меня». Смотрите, Павел говорит о своем опыте, особом духовном опыте. Ну, вполне справедливо даже, можно сказать, о мистическом опыте, но он такой библейский, настоящий опыт. Он говорит, я расскажу вам о человеке, который был вознесен на небо. Другими словами, он не говорит, посмотрите на меня, смотрите, что я испытал, что было со мною. Он говорит, я не хочу с собой хвалиться, поэтому даже говорит, знаю человека во Христе. Хотя это понятно, что это он говорит про себя, но он не хочет себя высвечивать, не хочет себя поднимать. Он не хочет, чтобы люди подумали, что его авторитет построен на его личном, субъективном опыте, каким бы хорошим он ни был. Он не желает хвалиться собою. Он даже больше того, он говорит, что мой опыт, который я имел, он был дан мне, а не для широкой публики, не для укрепления моего авторитета в глазах людей. Смотрите, апостол Павел подчеркивает здесь простую мысль. Люди, которые испытали невероятно высокий, потрясающий опыт общения с Богом, которые ощутили такую близость, его присутствие, которые в мире такую реальную, ошеломляющую встречу с живым Богом совершенно не любят об этом говорить. Совершенно не любят об этом говорить. Я встречаю это в книгах биографии известных служителей прошлого. Я вижу это среди моих пожилых наставников в моей жизни, среди даже моих сверстников, которые рассуждают о таком общении с Богом. Знаете, что всех их обвиняет? Они не спешат рассказывать об этом опыте вообще. Потому что такой опыт, он редкий. Даже апостол Павел говорит здесь, что с ним такое было где-то 14 лет тому назад. То есть это не происходило постоянно. Это не было чуть ли не каждую неделю, не каждый день, не каждый год. Это особое служение или особое событие. Подобное случается в жизни, может быть, даже один раз. Этого не стоит ожидать каждый день. Это реальный опыт, но это уникальный, редкий опыт. Поэтому, когда вы слышите о том, что люди говорят вам, что у них какой-то особый духовный опыт, что Бог открыл мне, Бог говорил со мной, Бог явился мне, Бог сказал что-то, Бог сотворил через меня это или то, я победил в какой-то ярусной схватке с сатаной, то в лучшем случае, в лучшем случае, если это правда, то они говорят об опыте, близости с Богом гораздо более низкого порядка, чем тот, о котором говорит здесь, пишет апостол Павел. И говорят другие братья, о которых можно, или сестры, о которых мы можем читать в некоторых книгах, они очень скользь могут упомянуть, потому что, когда происходит такой опыт, то такого человека охватывает святая скромность. Человек не хочет говорить о себе, потому что, оказавшись так близко в Божьем присутствии, помните, пророк Исаия, чью книгу мы сейчас изучаем в наших малых группах, когда он увидел славу Божию, а точнее сказать, даже просто отражение этой славы, края рис наполняли храм, он не видел даже самого Бога, он просто видел немного, совсем чуть-чуть, что с ним произошло. Он упал, упал, бедный человек, грешный человек. Когда Иоанн, любимый ученик Иисуса, который написал книгу Откровения, когда он увидел своего воскресшего Господа, то он упал тоже, и не было сил. Это уникальный особый опыт, который приводит к тому, что тебе не хочется говорить про себя. Тебе не хочется выпячивать себя, тебе хочется поднимать его. Он, Иисус, Господь, Бог, становится фокусом, вниманием, любовью Твоим. Вам хочется больше и смелее о нем говорить. Одним словом, с одной стороны, вы испытываете смирение, скромность, а с другой стороны, появляется смелость говорить о нем. Он захватил ваш разум, он захватил ваше сердце, у вас появилась смелость по причине того, что у вас такое отношение с ним. Потому что он теперь становится более реальным, чем вы сами. Он теперь более силен, чем ваши страхи и сомнения. Он более близок, чем ваши мечты и надежды. Он более могущественен, чем этот рыкающий лев сатана, который ищет кого поглотить. Вам хочется говорить о нем, не о себе. Этот опыт приводит вас к скромности и одновременно к смелости. Почему? Павел поясняет стих 6, смотрите, здесь есть подсказка, причина, по которой я воздерживаюсь говорить вот так открыто обо всем, заключается в том, что я не хочу, чтобы кто, смотрите, подумал обо мне больше, чем видит или слышит от меня. Вот оно. Человек, который это испытал, когда он начинает говорить о своем особом опыте общения с Богом, как Бог открылся ему, как Бог сделал что-то, если это настоящий опыт, он не хочет, чтобы этот опыт стал основанием для его авторитета. Он хочет, если у него настоящий опыт, чтобы Бог был авторитетом во всем. Это очень важное наблюдение. Павел не хочет, чтобы люди составили о нем мнение и он имел в их глазах какой-то авторитет на основании его слов по хвальбе о себе самом, о своем опыте каком-то особом. Павел не хочет прибегать к подобным аргументам. Это то, что делают эти лжиапостолы. Он не хочет укрепить свой пошатнувшийся авторитет в твоих глазах, свою репутацию. Он предпочитает, чтобы люди опирались на факты неоспоримые, исходящие из непосредственного соприкосновения с ним, видя его реальную жизнь, видя его благочестие, его характер, плоды его служения. Он хотел, чтобы люди уважали его за то, что они во мне видели и слышали от меня, а не за то, какие-то потрясающие, уникальные откровения, видения, которые у него были где-то, это сугубо субъективное его. В сущности, Павел не хочет идти путем этих, знаете, суперапостолов, в их парадигме. Как они себя позиционируют, как они себя представляют. Павел говорит здесь, Евангелие Христово действует по-другому. по-другому. Все, что делают эти лжеучители, они пытаются господствовать на людьми через свой личный опыт. Они хотят опираться на то, что у них как будто бы есть что-то более лучшее, чем у других, более ценное, чем у других, как будто бы другие ниже, чем они. Причем интересно, что Павел, когда он рассказывает здесь про свой опыт, то это не говорится про его обращение. У него много было разных переживаний в жизни. Мы знаем, что Иисус явился по дороге в Дамаск к нему и остановил его этот уникальный опыт. Он поразил его даже слепотой. Потом, в протяжении книги Дея и апостолов, мы читаем, что у него были особые сны и видения, и откровения. Но вот этот опыт, о котором Павел здесь пишет в этом послании вторым коринфянам, что-то особенное было. Он говорит, «Я оказался на третьем небе». Интересно, что он даже больше неге об этом не пишет, только здесь. Третье небо, особое место присутствия Бога. Он просто говорит скромно, «Я был там». Он даже говорит, «Я не знаю, это было наяву или это было какое-то видение, я понятия не имею, но это было так невероятно, что даже я не могу описать». Это восхищение для третьего неба стало для него самого неожиданным. Это не было каким-то ответом на его многомесячные молитвы, какие-то изнуряющие посты или какое-то удаление в пустыню, где он там искал Бога, вопрошал его, чтобы он открылся ему просто в один прекрасный день. Это произошло. И, как мы видим, больше не повторилось никак. 14 лет назад где-то, кажется, было. По крайней мере, нам ничего об этом неизвестно, и Писание нам об этом больше ничего не говорит. И это произошло с ним не потому, что он был апостол, не потому, что у него были какие-то суперспособности, или какое-то суперслужение, или какое-то суперблагочестие. Смотрите, что он пишет. Знаю человека во Христе, который 14 лет тому назад. Он не говорит, вот потому, что я апостол, Бог мне вот это дал. Потому, что я так много сделал для него, Бог мне вот таким вот образом раскрылся. Он говорит, знаю человека во Христе. Так вот, мои братья и сестры, если мы с вами во Христе, если мы новые творения во Христе, если мы обличены в праведность Христовую, если мы оправданы, прощены, установлены возлюбленные чада Божие, мы свои Богу, то у нас у каждого, абсолютно у каждого есть точно такой же доступ к Богу, как у апостола Павла. На самом деле, вот этот уникальный опыт, который он испытал близости с Богом, он доступен абсолютно каждому здесь сидящему, верующему, не в зависимости от того, кем ты являешься в церкви. Если ты дитё Божие, если ты Божия дочь, Божий сын, если ты испытал это искупление, прощение, усыновление, примирение, то этот опыт такой близости открыт для тебя. Павел говорит, знаю человека во Христе. Не знаю апостола, знаю человека во Христе. потому что эту близость только можно обрести когда-то во Христе. И вот тут мы переходим к его следующему опыту, тому опыту, за который его ругали, по сути, который был для него трудностью, большим переживанием. Он говорит про опыт жала. Казалось бы, вот у него был такой великий небесный опыт, такая невероятная близость с Богом, уникальная, которая случилась вот один раз однажды, и не знаем, была ли еще, и вот раз тут у него постоянный опыт, это опыт боли, это опыт такой, который побуждает его задуматься о себе, подталкивает его к печали, удручает его, и мы читаем стиха седьмого по десятый. И чтобы я не превозносился в чрезвычайности откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, поэтому я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Смотрите, Павел говорит здесь, чтобы я не возгордился из необычности вот этого уникального опыта, который я испытал, будучи там, на третьем небе, в раю, этих величайших откровений, которые я получил, мне дано жало в плоти. ангел сатаны или буквально послание к сатаны. Жало – это ну такой, знаете, впившийся шип, который не дает покоя тебе, который никак не получается выточить, который досаждает, удручает, как мы здесь читаем, и никуда не исчезает. Он с тобой находится всегда. Вот почему он сомневается, что вот эти лжеапостолы, суперапостолы реально имели такой духовный опыт. Потому что в реальном духовном опыте, в настоящем духовном опыте сила и слабость всегда идут вместе. Сила и слабость всегда идут вместе. Немало моих близких друзей, некоторые даже здесь были на конференции, некоторые находятся в рабочей группе экклезии. Они это испытали, они были близки к отчаянию, они были почти готовы сдаться, они были полны сомнений в себе, они испытали колоссальную немощь, чтобы продолжать дальше служение. А потом Господь взял и обновил их. Для кого-то это произошло совершенно неожиданно. Кто-то взял небольшую паузу или просто время, чтобы помолиться, поразмышлять, подумать. Но их опыт слабости привел их к опыту силы. Через свою немощь они избавились от опасного чувства самодостаточности, самонадеянности. И они увидели достаточность Христа. Они разочаровались в себе. И это помогло им очароваться Христом еще больше. И поэтому они обрели силу. Павел говорит здесь, у меня был опыт силы, вот этот небесный опыт, который привел меня к опыту слабости. Я был настолько возвышен, что стал быть тщеславным, если бы Бог не послал в мою жизнь это жало, вплоть, чтобы показать мне, насколько я слаб, и чтобы заставить меня чувствовать свою зависимость и нужду в нем. Понимаете, в христианской жизни сила и слабость идут рука об руку. Это как, вы знаете, как мы идем вот нашей левой и правой ногой. Вот правая нога сделала шаг, и мне нужно теперь, чтобы левая потянулась. Вот она проявилась сила, и нужна слабость. Проявилась слабость, и появляется сила. Мне нужно так вот двигаться дальше. Если же я просто буду только идти силой, силой, то я упаду. Если я буду идти только слабой, слабость, я упаду. Мне нужно, чтобы они подтягивали друг друга, и так я могу расти дальше. И так происходит всегда в христианской жизни. Опыт силы приводит к опыту слабости, а опыт слабости приводит к опыту силы. Вы не оставляете слабость, чтобы потом стать сильным навсегда. Павел говорит, что на самом деле вы переходите от слабостей к силе, от силы к слабости и так далее. Вы постоянно испытываете так или иначе свою слабость. Потому что Господь сказал ему, сила моя совершается в немощи. Сила ведет в слабости, слабость ведет к силе. И вот так я возрастаю. Сила здесь не противопоставляется слабости. Апостол говорит, у меня не было бы мужества, которое есть сейчас, у меня не было бы силы, которая есть сейчас, у меня не было бы свобода, страха, которую сейчас я имею, если бы Бог не привел в мою жизнь эту слабость, эту немощь, это жало, иначе я стал быть тщеславным, я был бы полон страха, неуверенности, сомнения или превозношения. Почему? Потому что если у меня нету этого жала, то я буду искушаться либо унывать, либо превозноситься. понимаете, друзья мои, братья мои, сестры, это случилось в жизни апостола Павла, в каком-то смысле лучше, чем любой из нас, более способного, одаренного служителя. Если он нуждался в жале, то и мы нуждаемся. Если у него бы не было жала, он говорит, я бы превознесся, то и у нас, если что-то получается, у нас есть опасность, реальное искушение превознестись. Павел говорит, я не застрахован, я не настолько крепок, чтобы преодолеть это искушение, поэтому Бог по своей милости послал мне это жало. Конечно, сейчас возникает вопрос, о каком жале вообще идет речь? Что это такое? Что это за жало такое? И я должен сказать честно, никто не знает наверняка. И я очень рад этому. Потому что если бы мы знали точно, что это за жало, мы бы сказали, ну это ко мне не относится, у меня другое жало, а у Павла было другое. Но Дух Святой, когда писал этот текст через Павла, намеренно сделал так, чтобы мы не знали точно, о ком жале идет речь. У нас есть, конечно, два таких самых больших предположения, потому что все предположения можно разбить в существенном две большие категории. Потому что видите, эта фраза жало дано мне в плоть. И вот кто-то понимает под словом плоть, физическое наше тело, и это тогда может означать какие-то физические проблемы. Например, ну проблема с глазами апостола Павла, то что, и хотя Господь вернул ему зрение, но все равно его глаза были как-то повреждены, когда он был ослеплен по дороге в Дамаск, и у него это было все жизни. Помните, даже из текста, они даже готовы были вырвать глаза мне свои дать. И вот некоторые полагают, что Павел здесь говорит про это, что у него была проблема со зрением. Ну, по крайней мере, я понимаю Павла, потому что у меня точно проблема со зрением, и я вижу какая-то немощь, и я понимаю, что пока я не получу новое тело, я буду ходить в очках, и с каждым разом все сложнее и сложнее. Но это может быть эпилепсия, как некоторые тоже видят в этом, или что-то подобное, или даже просто противники, гонители, трудности в служении, как об этом пишет тот же Иоанн Сатауз. Итак, первая, может быть, категория, это как плоть, это как физическая плоть, что-то вот жало физической плоти. Другие видят под словом плоть, духовную сущность, и предполагают, что речь идет о борьбе с грехом, о каком-то серьезном искушении, что Павел был искушаем согрешить каким-то образом. Может быть, это горечь, это может быть гнев, это может быть похоть, что-то подобное, мы не знаем наверняка. И спасибо Богу за это. В этом замысел, для того, чтобы каждый из нас мог себя отрежесвить с этим жалом. И вот тут самое неожиданное, что я вижу в этом тексте. Тут сказано, что дано мне было жало плоть ангел или посланник сатаны. Другими словами, Павел говорит, Бог, который дал ему это жало, он использует сатану для своих целей. Бог часто использует сатану для достижения своих целей. Вспомните, пожалуйста, Иова. Сатана хотел разрушить, доказать свою правоту, а Бог использовал сатану для того, чтобы показать то, что нужно, и укрепить Иова, исцелить его сердце. Или помните послание Коринфянам, которое мы с вами изучали некоторое время назад, пятая глава, первое послание Коринфянам, пятый стих, там такая фраза есть, предать сатане вознемождение плоти, чтобы дух был спасен день Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, церковная дисциплина предать сатане, но это на самом деле для исцеления этого человека. Хотя у Бога и сна имеют разные намерения, но иногда они желают одного и того же, точнее, одно и то же событие, чтобы случилось, но каждый из них намерен получить от этого события совершенно разный результат. Например, сатана хотел видеть, чтобы Иисус был распят, но Бог задумал, чтобы все это распятие были искуплены наши грехи. Или то же самое с Иовом. Сатана хотел разрушить жизнь Иова, чтобы погубить Иова, а Бог хотел его укрепить. Иова. То же самое здесь в ситуации с апостолом Павлом. Ангел сатаны пришел, чтобы удручать его дух, но по современному замыслу Бога это должно послужить к укреплению Павла, чтобы он не возгордился и не пал. Сатана был рад возможности порушить жизнь этого служителя, принесить ему много трудностей, потому что порушишь его и порушится много другого, а Бог использовал это для того, чтобы укрепить Павла и чтобы он принес еще больше плода и все служение процветало. Павел говорит, что если бы не это чувство немощи в моей жизни, которое пришло ко мне от Бога, то не было бы никакой у него силы. потому что когда мы с вами испытываем немощь, когда мы испытываем слабость, когда мы испытываем непонимание, когда мы испытываем нужду, то это побуждает нас искать Бога, взывать Нему, вопиять Нему, обращаться к Нему, сознавать свою зависимость, необходимость Его, зависимость от Него и нужду в Нем, именно слабость показывает нам, что Бог любит нас не за нашу праведность, не за наши дела. Не за то, что мы сделали, а за то, что сделал Иисус, за Его праведность. И это дает нам настоящую свободу жить дальше, обращаться к Богу. Я, знаете, признаюсь честно и снова скажу за это кафедрой, что я сейчас себя испытываю более слабым, чем в день моего обращения. Более сознаю свою греховность, чем я сознавал это в день моего покаяния. Казалось бы, прошло уже, ну, больше 30 лет, 35 лет, наверное, если не больше. Но сейчас я чувствую себя более немощным, видя свои несовершенства и сознаю, что Бог меня любит исключительно только из-за Христа. Это точно не по причине моих достижений, моей жизни, слов, какие бы они ни были хорошими, как бы я ни вырос в своей личной святости. Исключительная причина, почему Бог любит, принимает и помогает, это из-за Христа Иисуса. Бог любит тебя и меня не потому, что ты хороший, а потому, что хороший Иисус умер за твои и мои грехи. И эта истина освобождает нас. Она окрыляет нас. Опыт слабости приводит к силе. И Павел говорит, из-за Христа Бог не откажется от нас. Когда Бог позволяет какой-то трудности, какому-то испытанию, какому-то вызову прийти в вашу жизнь, которые сокрушают вас, показывают вашу слабость, неспособность, некомпетентность, что вы готовы практически сдаться, опустить руки, то знайте, Бог в этот момент защищает вас от чего-то более худшего, ведь слабость и силы идут рука об руку. Это Бог сейчас работает с вами. Вот мы подошли к этой важной теме «Бесы против служителей» и у нас осталось 6 минут. Потому что слабость, она не приводит нас автоматически к силе. Павел показывает, как слабость может привести к силе и как он справился с этим жалом. Посмотрите, пожалуйста, на стих 8. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, этого ангела сатаны. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, ибо когда я немощен, тогда силен». Смотрите, ангел сатаны, посланник сатаны, вот жалая, жалая это воплоти. И тут приходит ангел сатаны, или, можно сказать, жалая это ангел сатаны. Что это значит? Что когда что-то плохое, трудное с нами случается, то сатана прикрепляет к этому свое послание. Это, знаете, похоже, ну, на сообщение, когда ты прицепил какую-то картинку или документ, или на электронную почту, где-то помимо текста вложил еще что-то, прикрепил какую-то вещь дополнительную к этому письму. Сатана прикрепляет к нашему жалу свое послание. И именно это послание приводит нас в уныние, приводит нас к подавленности, к печали. Не обязательно само жало, а послание, которое оно несет с собой. Сатана хочет, чтобы вы получили его послание от этого жала. Но тут Павел добавляет неожиданно, когда я молился Богу об избавлении от этого жала, то я получил послание от Бога. Смотрите, в мою жизнь пришло жало, и с этим жалом пришло послание от сатаны, и также появилось послание от Бога. Мое уныние или мое укрепление, мое отчаяние или мое усиление будет зависеть от того, к какому посланию я прислушаюсь, к сатанинскому или к Божьему. Давайте я приведу несколько примеров, чтобы лучше это пояснить. Представьте, вы трудитесь, посвящаете себя, даете себя всецело, без остатка Богу, церкви, и вот так бывает, ваша община не растет. Ваши проповеди едва слушают даже ваши члены церкви. Вас не приглашают на конференции быть спикером, вас ругают ваши члены церкви, у вас нет какого-то особого опыта борьбы с сатанинскими силами, вы не такой супердуховный и вам кажется, когда вы приезжаете в какую-то конференцию или смотрите в интернете какие-то вещи или читаете какие-то книги, вам кажется, да я вообще какой-то некудышный служитель, я ничего не умею. Или вы взялись за какое-то служение в церкви, подростковое, молодежное, неважно какое, вы начали делать, у вас не выходит что-то, вы сравниваете, как было раньше или как у других происходит, и вы думаете, не, наверное, я не тем делом занимаюсь, это не мое. И ваша душа унывает, наполняется печалью, сердце ослабевает, вам становится все труднее и труднее, а к этому еще если добавить, что у вас, например, болеет жена, дети, может быть, непослушные сейчас, или просто они еще, или они не покоряются Богу, а вы еще можете испытывать и финансовые трудности, или какую-то физическую немощь, ангел сатаны посылает свои послания, и вы испытываете удручение. Посмотрите на ситуацию Павла, эти суперапостолы супердарами, суперпроявлениями говорят, Павел, это вообще какой он апостол, что его слушать, зачем к нему обращаться, он никто, он никакой не апостол, он слабак на самом деле, а еще плюс, вдруг неожиданно на этом фоне община, которую он взращивал, она говорит, да, 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 она, наверное, так и есть, она сомневалась в нем, она недовольна Павлом, возможно у тебя такая ситуация, или дома, или в служении, или в церкви, ты начинаешь сомневаться в себе, в своем призвании, вот тут и прилетает послание от сатаны, к этому жалу приходит послание от сатаны, которое говорит, да, ты неудачник, ты ужасный служитель, ты не на своем месте, и проблема не в том, что вы столкнулись с трудностями в служении, проблема не в том, что вы испытываете какие-то боли, вызовы, проблема в сатанинском послании, которое вы слушаете, и поэтому оно обескураживает вас, лишает мотивации, истощает, или сатана может зайти с другой стороны, посмотри, у тебя все отлично, в семье, на работе, в церкви, видимо, все очень успешно, прекрасно, вы многого достигаете, кажется, что вам даже удается противостоять каким-то вызовом, трудностям, вы испытываете триумф победы в жизни, в семье, в служении, и здесь приходит такое сатанинское послание, да, ты молодец, это все благодаря тому, что ты такая или такой уникальный, особенный, лучше, чем другие, и поэтому у тебя все выходит, все такие, не очень, а ты просто, как нас говорят в народе, красавчик. Или сатана досаждает нам какими-то раскаленными стрелами, вы борете, защищаетесь, противостоите, и тут сатана прикрепляет свои послания к этим стрелам, но все-таки ты пастор, особенный человек, к тебе надо больше снисхождение, или у тебя такие страшные духовные баталии, почему к тебе не проявятся страдания, или ты стоишь в проломе за Божий народ, ты трудишься, а приходишь в собрание, этот человек почти ничего не делает, и ты думаешь, почему мне надо это делать, мне что больше всех надо, почему нет понимания, или почему нет признания, ты сражаешься, трудишься, работаешь, и сна пытается играть постоянно то на дудке гордыни, то на дудке саможалости, и он очень опытный, хитрый игрок, он знает, кому из нас в какое время что дать, чтобы нас поймать, кого-то он будет повергать в уныние, в саможалость, в удручение, кого-то он будет пытаться привести к падению через гордыню, посылая свои послания через наши трудности, обстоятельства, или ваше общение есть кто-то, кто особо достраждает вам, кто критично настроен по отношению к вам, кто готов заметить любой ваш прорех или прокол, он даже порой не хочет идти на собрание, помните, как в известной анекдоте, сынок, надо бы идти уже на богослужение, мама, я не хочу, сынок, ну ты же пастор этой церкви, надо идти, я не знаю, как кто, но я очень понял этот анекдот, очень часто, когда в жизни или в служении начинает все, казалось бы, рушиться на глазах, мы можем стать интровертами, мы можем спрятаться где-то там в свою берлогу и пытаться зализывать свои раны, надежды, что все как-то может быть не то, что образуется, ну просто нам уже больно, мы прячемся за кафедру, мы прячемся от людей, может быть, приходим на собрание или находим много разных оговорок, причин, чтобы не быть в общении, потому что мы слушаем сатанинскую ложь, сатанинское послание. И реально проблема не в трудностях, не в вызовах, не в болях, не в нападениях. Они точно болезненные, они точно уязвляют, они точно больно бьют, они точно больно бьют, но реально проблема не в них, реально проблема в сатанинском послании, которое они пытаются, он пытается прикрепить к ним, ты причина, ты виноват, ты никчемный, кругом одни враги, плохая жена, негодные дети, не тот муж, ты самый лучший или ты самый особенный, или ты просто молодец. И если мы к нему прислушиваемся, то мы обречены на уныние, депрессию, поддавленность, выгорание или даже крушение. Да, мы строим свои планы, мы стараемся, чтобы они реализовались. Даже есть выражение, хочешь Бога рассмешить, расскажи ему о своих планах. Бог знает, каким путем нас надо вести для того, чтобы сокрушать, преображать, исцелять, помогать, защищать, и чтобы мы могли услышать слово апостола Павла, Божие слово, которое сказал Господь, чтобы мы услышали Божие послание к нам. И что же это за послание? Стих 9. Довольно для тебя благодати моей. А не то, что Господи, дай мне другую жену или измени ее, дай мне другого мужа или измени его, дай мне другую церковь или других людей, другую работу, других что-то. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Вот он, самое главное послание, которое нужно услышать от Бога. сегодня в служении или в доме или когда мы оказываемся под этой сатанинской атакой, нам нужно понять, что сатана уже поверженный враг, и Бог его использует для своих целей, чтобы передать самое важное послание. Да, это Бог позволил сатане атаковать нас. Это правда жало, плоть, ангел сатаны, но без Божьей воли даже волос не упадет с нашей головы. Твоя и моя душа, включая наше даже тело, оно в руках Господа. Он купил их на кресте. Ничто не разлучит нас с Его любовью. Да, Бог позволил атаковать сатане нас. Мы читаем это ярко в истории Иова, мы читаем это в жизни Павла, мы видим, читая деяния апостола, как она препятствовала служению Божьему всячески, но в этом тоже был особый замысел, потому что Бог заинтересован не в том, что мы сделали больше, а в том, что мы больше полюбили Его, что мы все лучше походили на Него, преображались по Его прекрасному образу. Павла говорит о том, что когда это жало пришло в нашу жизнь, в Его жизнь, в Нем было послание также и от Бога. И вы будете удручены или укреплены в зависимости от того, чье послание вы послушаете. Бог сказал ему, Павлу, тебя спасет моя благодать, а не то, что о тебе думают твои противники или другие люди, не то, насколько широко или известно твое служение, не то, насколько ты выглядишь успешным пастором или матерью, или бизнесменом, или отцом, или мужем, моей благодати достаточно для тебя. Пока вы этого не поймете, у вас не будет силы, до тех пор, пока вы будете зависеть от мнения людей или предаваться самомнению из-за своих успехов, ты будешь слабым человеком. Поэтому Бог послал тебе эту немощь чтобы сделать тебя сильным. Он позволил сатане атаковать тебя, чтобы избавить тебя от падения. Пойми это, пожалуйста. Сатана атакует наш разум, чтобы мы с вами не доверяли Евангелию, чтобы оно казалось нам неподходящим сейчас для нашей жизни. Эти суперапостолы пришли и сказали, если ты духовный, то у тебя не будет слабости, если ты духовный, то Бог будет помогать тебе во всем, все будет хорошо, все будет прекрасно. Им не нужен крест, им не нужны страдания, им не нужна немощь, им не нужна слабость, им не нужен такой Иисус, который спустился со славы небес и стал немощным младенцем в яслях, в грязном сарае и взошел на крест, чтобы умереть как преступник ради нашего искупления. Бог это сделал для того, чтобы мы с вами полагались в нашей немощи на Него, потому что Божьи силы являют себя в нашей слабости, страдания сжигают нашу гордыню, самомнение, ложную независимость. Поэтому мы принимаем эти страдания, мы делаемся способными идти дальше и расти духовно. Павел говорит, что он трижды молил Господа, чтобы посланник сатаны ушел от него, чтобы это жало оставило его. Однако Господь отказался отозвать этого посланника от Павла. Знаете, когда я прочитал это, я вспомнил о том, что мой Господь, наш Господь, Иисус однажды тоже трижды молился в Гефсимане и просил Бога избавить его. Отчего? Доминует меня чаша сия. И Господь не услышал. Нет, Он на самом деле услышал, но Он не сделал это. Потому что иногда Божий ответ нет. Ради твоей пользы. Ради твоей пользы. И для того, чтобы разрушить тебя. Не для того, чтобы остановить тебя. Не для того, чтобы просто оттолкнуть тебя, а для того, чтобы защитить тебя. Для того, чтобы благословить тебя. Для того, чтобы реально помочь тебе. Жало сатаны, жало плоть, ангел сатаны, это от Бога, чтобы тебе было больше благословения. Смотрите, когда мы сознаем это, мы начинаем преображаться Мы начинаем расти в большей зависимости от Бога И наша немощь превращается неожиданно в силу И эта сила Божия ведет нас дальше Бесы, они хотят, чтобы мы с вами реагировали, не созидали Замыкались, они служили Жалели себя, а не других Ожесточались, они смягчались Ненавидели, они прощали Но Павел говорит, трудные люди никуда не уйдут Проблемы не исчезнут, болезни не покинут Возможно, жало все еще остается в нашей жизни Но мы теперь можем иметь силу Божию И поэтому слышать и видеть все иначе И трудиться дальше для Него Павел говорит здесь, я умираю для себя Чтобы жить для Бога Любить ближних Любить этих, даже те, которые отвергают Те, которые сомневаются Те, которые пренебрегают Для того, чтобы они увидели силу Божию Почему? Потому что довольна для тебя Благодати моей Помолимся, друзья Субтитры создавал DimaTorzok